Привет всем подписчикам моего канала. С вами Олег Грузовой Автоподбор. Сейчас я нахожусь на осмотре по КамАЗ-5490, одной из лизинговых площадок. И мне попался очень интересный экземпляр. Именно со стороны проверки его в подбор, со стороны криминалистики, со стороны комбо-хреновости этого автомобиля. Я, честно говоря, не думал, что это может, ну, такой вообще ко мне попасться когда-нибудь. Я сейчас вам все это покажу. Вот он наш экземпляр, осматривая нами КамАЗ-5490. Он у нас 2018 года, и по документам, и по сути. Выглядит, честно говоря, так себе. Ну как, обычный КамАЗ. Пробег у него на приборке, сейчас вам покажу, 300 тысяч километров. Стоит он, продается от лизинговой компании, по-моему. Но это я вам точно напишу сейчас в титрах. Вот такой вот у нас салончик, чистый, сиденье помененное, как будто бы, потому что оно прям свеженькое. Здесь чехольчики. Все, ну, то грязное, то как будто бы красивый. Вот у нас пробег, 305 тысяч километров. Ну и сразу горит АБС. Ну как бы это КамАЗ, и что тут удивляться? Стандартная история. Пойдем дальше. Кабина у него не крашеная. Я уже всю ее проверил. Есть коцки, но кабина не крашеная. И это, наверное, одно из единственных мест, в которое живое. Теперь, что мы делаем первым делом? Первым делом мы, конечно же, должны посмотреть маркировки. Но до них мы еще дойдем. Пойдем смотреть раму. Итак, допустим, но мы проверили, что кабины целые. Смотрим раму. Начинаем смотреть. Здесь стандартные болты ржавые. Ну, как бы КамАЗовская рама, 18-й год она всегда живет абсолютно. Поэтому вот эти все истории нормальные. Я на это отношусь к нисходительству. Клиенты об этом тоже все знают. Дальше что мы смотрим? Чтобы вот здесь вот не срывало металл, чтобы не было повреждений. Толщиномерами я еще прохожусь. Пройдусь сейчас на видео для наглядности. Это уже прошелся. Но здесь четко. Здесь он не крашеный. Ну и, кстати, когда проверяю машину, многие ржут, что я толщиномером раму тыкаю. Не ржите. Сейчас увидите, почему. Здесь все четко. Никаких срывов. Я не вижу там сорванных болтов. Просто все ржавое. Как будто бы машина в воде стояла. Но опять же, это КамАЗ. Это просто шутка про воду. Это нормально для них. Такой металл. Шины здесь, ну, такие, взношенные. Понятно, что пластик здесь вытертый. Черт бы с ним. Потому что все это рабочая машина. Все, кто покупает КамАЗ, знают, что это такое. Ржавчина. Подушки. Подушки, кстати, нормально держат. Я уже там все посмотрел. Они держат нормально. Вот, и в общем, продолжаем мы смотреть раму. Смотрим. Никаких срывов, ничего такого нету. Я точно так же думал. Обошел всю раму. Посмотрел. А потом, ну, смотрю здесь и думаю, ладно. Бывает, подкрашивают хвосты, потому что здесь там, типа, царапают это, этими, прицепами или еще чего-нибудь, не страшно. Ну, вот, смотрим. Раз. Окрашено. Дальше смотрим. Металл неровный. Думаю, ну, ладно, так же помяли. Может быть такое. Продолжаю смотреть. Конечно же, на этом не остановлюсь. Опять неровный металл. Опять. Ну, здесь подкрашено баллончиком. Опять металл неровный. Здесь вот выпукло, получается. По металлу. Здесь выпукло. И здесь выпукло. При том, что там ровно. Точно там же металл. Начинаем дальше бить толщиномером. Начинается шпаклевка. Еще большая шпаклевка. И вот здесь шпаклевка. И вот здесь. И тут уже становится понятно, что что-то здесь не так. Подкрашено баллончиком. залезаем вниз по драму я думаю на видео это покажу здесь правда солнце засвечивает стараюсь показать здесь короче рама вот видите следы рама резалась рама ремонтировалась очень плохо видно из-за засвета солнцем дальше там такого нету но здесь короче была порвана рама по всей видимости до сих пор остались дырки отверстие прошу прощения и дальше начинаем смотреть здесь понятно что рама уже ремонтировалась я думаю ну ладно могли бы загнуть вот тут чуть-чуть отремонтировать тоже может быть всегда стараемся не делать поспешных выводов заранее смотрим здесь там он болта не хватает на крепление моста я надеюсь видно снимаем морской слепую за солнце здесь уже видим что болты срывались здесь уже разбиралась если уже болты не однородный здесь вот он типа сорванный здесь болты вон одной длины шпилька другой длины абсолютно абсолютно вон болты сорваны здесь даже никто не заморачивался с покраской просто как было так типа и наляпали идем дальше со шпильками та же самая история разные длины шпильки смотрим здесь и здесь продолжаем так толщины миром 2000 1200 шпаклевка здесь какой-то шов где-то еще и тут видел вот у нас шпаклевка мы здесь еще была шпаклевка вот шпаклевка ну даже не вооруженным взгляда видно что она подкрашивалась но часто подкрашивать чтобы тип нового ржавой не было тут я понимаю людей но тут видно прям что она кривая была ее ремонтировали полностью рано ну не полностью получается правую часть вот эту ремонтировали было видимо завернута где-то клиент меня спрашивает говорит олег нужно узнать пробег потому что мы не понимаем почему такой пробег может быть маленький на семнадцатом году теперь становится понятно и где-то бахнули и где-то завернули эту половину рамы ремонтировали и она видимо очень долго стояла получала по страховой деньги суды все дела вот и пробег 300 тысяч для восемнадцатого года небольшой пробег но она того не стоит как бы раму я посмотрел уже можно отказываться от машины уже можно ее херить но я же делаю экспертизу сейчас поэтому мы должны посмотреть что с маркировками опускаем голову смотрим вин номер а он тут затерт вопрос почему непонятно смотрим сюда а здесь второй вин номер который не совпадает вот с этим и номером вот это поворот как говорится и здесь снят амортизатор его нету хотя должен теперь давайте разбираться смотрим номер кабины его и по нему делась экспертиза вот стиралась краска смотрелось чтобы это все было без швов без чего-либо прям видно что сдирали краску смотрим маркировочную табличку и она переклепана это плохо видно но здесь переклепанные заклепки она сама не ровная и здесь стоит отметка гибдд что она проходила экспертизу залез я в итоге под кабину как вы видите сверяем сейчас маркировки двигателя и понятно что номер двигателя ржавый его нужно чистить к сожалению этими сейчас заниматься не буду потому что нет в этом необходимости я делаю экспертизу просто оценки состояние автомобиля а не угнан он или нет но это мы отправим делать собственника скорее всего чистку потому что он прям сильно ржавый вот он этот номер двигателя видно что ржавый там была табличка на ее теперь нету это нормально на камазах тоже есть дублирующая так скажем табличка здесь вот на я бы ушки двигателя если вдруг кому нужно смотрите здесь еще она в гайне прокатит но просто как доп маркировка в общем ясности нам маркировки под капотом не внесли никакой дальше сейчас будем смотреть раму я отмыл что мог так скажем по раме пробил толщиномером да со мной вам вкратце покажу здесь уже ничего нет по окрасам но судя по следам по всяким разным потеком я думаю не видно будет из-за солнца что здесь была шпака и окрас видно даже что типа разные окрасы там и тут и по всей видимости вот этот вид номер был где-то снизу а другой номер был нанесен сверху эта информация пока не точная сейчас делаю запрос в офис по поводу экспертизы и я надеюсь мы узнаем что было с этой машиной если у них есть информация потому что гайд все-таки она проходила экспертизу но вот такая штучка есть что мало того что машины проблемы с рамой то есть была завернута так она еще и угнана по ходу была с перебитым номером итак я осмотр закончил поэтому сейчас вам сделаю краткое резюме осмотр ход осмотра я вам показывал по компьютерной диагностике что-то нашел по компьютерной диагностике все нормально компрессия в норме форсунки в норме вот а клиентам был поставлен вопрос так скажем основных два нормальная ли машина и реальный ли пробег потому что для 18 года пробег 300 это действительно мало здесь я сейчас прикреплю скриншот сколько там 5 с лишним тысяч моточасов а это значит что пробег оригинальный умножаем там на 55 километров в час среднем скорость и так и получается башка не шилась соответственно пробег там не скручивали но это не самое важное самое важное что мы выяснили на этом осмотре что машина-то по факту хлам почему у нее пробег такой маленький лично мое предположение что она попала в дтп завернули раму очень долго как я уже говорил раньше очень долго получали деньги от страховой это очень редко происходит быстро скорее всего делались экспертизы скорее всего пока получили деньги рассчитались пока отправили ее на ремонт и возможно что часть рамы просто вырезали или заменили вот правую часть рамы и поставили ее другой машины с другим вин номером тот вин номер сверху заляпали поставили металлическую плашку нанесли новый вин номер на этой плашке и спокойненько катались на машине после чего видимо машину сдали обратно в лизинг под видом того что машина нормальная все это было наше троллевали и все и теперь она продается на лизинговой площадке под видом того что с ней все хорошо а по факту но совершенно не хорошо мне аж клиент звонит и говорит олег спасли меня от большой траты денег мне сказали что с тачки все норм экспертиза не нужна для лизинговой все просто мы ее проверяли нормальная она или нет хотя клиент сам до этого смотрел и ничего особо не нашел кроме люфтов в клапанах поэтому вот такой интересный осмотр получился в итоге у нас этот камаз мало того что с завернутой рамой и ремонтированной рамой так еще и криминальный документы я еще не получил по поводу экспертизы но там точно нанесли второй вин номер вин номер который нанесен на раме в документах не присутствует вообще то есть по факту выданы типа новые документы на эту раму скорее всего это какой-то конструктор я не думаю что камаз угоняли но если угнали камаз а точнее две штуки там таких стоит я очень сильно буду смеяться с них поэтому как то так вот знаете что такое бывает покупайте хорошие машины если вам нужно помочь покупке автомобиля провести экспертизу судебно-досудебно по грузовым и легковым машинам или помочь продать ваш грузовый автомобиль обращайтесь контакты в описании всегда буду рад помочь всего доброго